Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 53 лет после продолжительной болезни в усадьбе Горки, Подольского уезда Московской губернии. Сегодня это Государственный исторический музей-заповедник Горки-Ленинские. После смерти Ленина Надежда Константиновна Крупская кабинет Ленина и его библиотеку закрыла и хранила ключи. После смерти самой Крупской уже Сталин закрыл квартиру Крупской и Ленина и тоже хранил ключи. В 1955 году, когда было решено музей открыть, практически все было готово. Поэтому вы можете видеть абсолютно сохранившуюся экспозицию. В день годовщины смерти Ленина музеем-заповедником подготовлена новая выставка из собраний экспонатов кабинета квартиры Ленина в Кремле под названием «Школа народной скорби». Экспонаты, которые представлены на этой выставке, многие из них уникальны. И экспонируются впервые, по крайней мере, за последние 30-40 лет, это точно. Данная выставка показывает, каким образом, на основе чего, проходили траурные мероприятия по всей стране и позволяет понять, каким образом в России 24-го года без интернета, без телевидения, но в то же время практически одновременно по всей стране прошел большой комплекс мероприятий, связанных с памятью вождя. Со смертью Ленина была заложена традиция использования ухода из жизни вождей и видных деятелей советского государства, как средство объединения населения для борьбы с врагами в пропагандистских целях и построения светлого будущего. Есть брошюра, которая была как раз в организации этих вечеров и посвящена, она так называется, вечер памяти Ленина в рабочем клубе. Эти книги раньше ни разу не показывались, они из библиотеки Надежды Константиновны Кропской. И здесь, вот в этой брошюре, прямо по пунктам описывалось, что должно происходить на этих вечерах. Читаться доклады, темы докладов указаны. Читать доклады могли только члены партии. Традиция поддерживалась и дальше, то есть уже и через 3, 4, 5 лет, через 7 лет люди продолжали организовать вот эти вечера, да, то есть продолжали организовать мероприятия. Вот, например, вы видите тут, дети строят мавзолей в детском саду, да, вместо снежной крепости. На выставке представлены методы и технологии советской пропаганды по организации прощания с Владимиром Лениным, художественная и периодическая литература о событии, слова поддержки и подарки от населения в адрес его семьи, а также атрибутика о церемонии прощания в Москве. Здесь вы тоже можете видеть посмертную маску Ленина, ее сделать скульптом Меркуров. В дальнейшем этот слепок часто использовался, да, при представлении памятников. Официально выставка будет открыта в субботу 23 января в 12.00. Она будет работать ежедневно по графику работы музея-заповедника, то есть каждый посетитель сектора кабинета-квартиры Ленина в Кремле может посетить и эту выставку. Более того, принято решение включить ее в состав стандартной экскурсии по музею-заповеднику Горки-Ленинские. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.